Она жива, но у нее произошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому. Мне жаль, мы делаем все, что в наших силах. Эта кома, она сколько продлится? Я не знаю. День, неделя, может месяц. Ксюша. Ксюша! Ксюша! Что? И сейчас хочешь сказать, что все будет хорошо, да? В общем, она впала в кому. И врачи вообще не дают никаких прогнозов. Они говорят, она может выйти оттуда через месяц, а может... А может, вообще никогда не выйти. О, господи. Ксюша пообещала ничего не рассказывать Миле и Роме, и... Мы продолжим говорить, что их мама в командировке. Юля, и судя по тому, что это затянется надолго, я думаю, что... Самое правильное решение будет, если дети переедут к нам. Что скажешь? Угу. Ну, где вы там? Заходите. Давайте, не стесняйтесь. Вот мы и дома. Это не наш дом. Я имела в виду, чувствуйте себя как дома. Раздеваюсь. Все не так плохо, как тебе кажется. Давай, раздевайся, раздевайся. У тебя что там, гантель? Да. Серьезно? Ваша комната там. Не волнуйтесь, она большая, мне всем хватит. А нам вообще надо было переезжать, а? Ром, мы это уже обсуждали, вставай. С ней, пожалуйста, я несу. Может, у меня вопрос, а почему не надо звониться маме? Потому что... Там плохая связь. Да, потому что там плохая связь. И когда же она вернется из этой командировки? Через неделю или две. Если командировка не дотянется. Круто. Но я уверен, что все будет хорошо. Помоги мне. Алло? Я твой телефон так и не удалил. Ваня? А ты мы все-таки удалила. Зачем ты мне звонишь? Нужно встретиться. Хочу тебе кое-что показать. Мне надо уйти на час. Справишься? Да. Точно? Конечно. Ладно. Давай. Ксюш, ты что делаешь? Фотки хочу поставить. А что, нельзя? Нет, нельзя. Найди в другой место. Ладно. Так, Мила, давай ты не будешь на столе играть? Нет. Ты его поцарапаешь. Давай на диване. Не хочу. Так, пойдем в комнату. Рома. Трогать не надо. Зачем? Чем она тебе мешает? Хочу расписание повесить, картину снять. Повесь куда-нибудь, не знаю, туда вон повесь. Не надо ее трогать. Ладно. Ром, да не ту… Рома! Да что ты орешь? Нормальное место. Ничего себе. У поваров тоже свои награды бывают. Поставь, пожалуйста. Мила. Мила, что ты здесь делаешь? А можно мне тут построить домик для кукол? Ну, какой же это домик? Нет, нельзя. Пожалуйста, оттай. Ну, пожалуйста, куклы на тебя обидуют. Мила, нельзя. Все. Удивительная у тебя квартира. Я знаю. Я здесь всего 10 минут, а уже ее ненавижу. Я тоже. Здесь комната, да? Так, ну смотри, а здесь нужно… Здесь вот заменить… Да ладно. Ты шутишь. Такой вид. Вот там мы обычно обсуждаем какие-нибудь проекты, а там у нас кухня, спортзал и комната отдыха. Ваня! Ну это же все, как ты мечтал. Как мы мечтали. Ты зачем меня сюда позвал? Хочу, чтобы ты у меня работала. А, но у меня есть работа. Фриланс? Да, фриланс. Серьезно? Да, я неплохо зарабатываю. Хорошо. Какой у тебя был самый крупный бюджет? Ну вот. А я тебе предлагаю многомиллионные проекты. Я сожрал такую, которую ты на фрилансе точно не увидишь. Это заманчивое предложение, но я сейчас не могу работать мне дома. Ну ладно, давай я хотя бы все тебе здесь покажу. Знаете, от чего состоит огурец? На девяносто пять процентов из воды. Андрей, не надо делать вид, будто у нас все хорошо. Мы здесь только потому что… Всюша. Я хотел сказать, потому что мама в командировке. Я не знаю. Ну и денек. Ты собираешься здесь спать? Да, а что? Нет. Я просто подумал, что раз мы… Ты что, все еще злишься на меня? А ты думаешь, я просто злюсь? Спокойной ночи, Андрей. И где предлагаешь мне спать? Мне совершенно все равно. Пожалуйста. Спокойной ночи. А вы что, с Юлей отдельно спите? Да, но это временно. Просто она сейчас… Да ладно, не парься. Мне по барабану. Поехал, Радкий. Вставай. тебе что, плохо? Нет, мне не плохо. Вот, слышишь этот звук? Вот нормальные люди не должны просыпаться до него. А ты ненормальный. У тебя же дети. Занято. Всем доброе утро. Доброе утро. Ром, я кофе хочу. Тебе еще долго? Послушай, если в первые минуты после пробуждения я не выпью белковый коктейль, я начну терять мышечную массу. Ты этого хочешь, а? Сколько тебе лет говоришь? Десять. Предала? Ладно, на работе кофе выпью. О, спасибо, что вылила всю горячую воду из бойлера. Этот подрячий душ я запомню надолго. Всегда пожалуйста. Милочка, а что ты делаешь? Я тебе помогла ответить на письмо. И отправила? Конечно, отправила. Ты же моя хорошая. Спасибо большое. Сейчас будем завтракать. Привет, Андрей. Привет. Слушай, это правда, что у нас завтра банкет на сто человек? Ну, конечно. У меня просто есть пару идей, как все организовать, какие блюда подать. Скажи, пожалуйста, а зачем мне твои идеи? Просто у тебя опыта нет, и я подумал, может, тебе нужна помощь? Вот ты подумал, а я уже все сам сделал. Тут для тебя очень много работы. С таким количеством морепродуктов на основной бюджет в бюджет не уложишься. Чего? Там же все расписано. Да, на закуске ты им что подашь? Шпажки с огурцами? Я тебе предлагаю жульенную убрать, потому что никто не ест, он никому не нужен, и пережиток прошлого. Андрей, послушай, только не обижайся сейчас. Если мне нужен будет твой совет, я у тебя спрошу, хорошо? И не опаздывай. Я этого очень сильно не люблю. Не любит он. Это уже все? Сейчас, три секунды. Все, держим. Что это вы делаете? Уроки. Вы что, переписываете домашние задания из интернета? Ну, да, так все делают. Обалдеть. Когда я училась в школе, было очень холодно, и в школу приходилось ходить по 7 километров. Вау. Босиком. Что, серьезно? Ну да. Вообще-то я не такая старая. И школа у меня была рядом. Домашние задания мы делали сами, без интернета. И я вам сейчас даже покажу, как. Это не как не 16. А потом 2, это 2... Ой, 4. 4 на 2, это 8. Всем привет. И минус 1 на 8, и промо 16. И я сейчас. У тебя что-то случилось? Не поверишь, Витек новое блюдо забрел. Называется «Мои мозги». Кто так достает, режет кусочками, а потом их ест, даже не сварив. Ну что, совсем с ним никак? Совсем. Вообще не понимаю, что с ним происходит. Как шеф-поваром стал, таким неадекватным сделался. Бегает, орет на всех. Не понимаю, как мы его терпим. Ладно, бог с ним. Как у тебя дела? Дети в порядке. А с работой... Пару клиентов отвалилось. Сейчас сама отказываю. Все равно теперь не потяну. Ладно, за это не переживай. Мои зарплаты хватит. Все будет хорошо. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Господи, как же я мечтаю когда-нибудь проснуться от будильника. Двадцать один. Двадцать два. Рома, ты можешь делать это в своей комнате? Двадцать три. Мне нужно. Двадцать четыре. Больше места, понимаешь? Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Ты что так холодно? Ты зачем окно открыл? Двадцать шесть. Ну, свежий воздух нужен как-нибудь. Двадцать шесть. Насчет тебе нужна смерть моя. Двадцать девять. Двадцать девять. Тридцать девять. Доброе утро, Андрей. Нет, солнышко, оно не доброе. Двадцать девять. Посади меня на шею. Да? Вы уже давно все там. Тридцать девять. Ты же шутишь, да? Да нет. Он не шутит. Он у нас спортсмен. Ксюш, ты там полчаса уже. Она опять заняла этот душ. Андрей, закинь, пожалуйста, Милов сад сегодня. Слушай, у меня сегодня банкет, и там такой дурдом будет, поэтому не получится, наверное. А у меня не дурдом? Ладно, все, забей. Ром, ну пожалуйста. Где устрицы? Так, быстро давай. А соус? Где соус? Да вот уже готов. Ну так что ты там стоишь? Для кого вода кипит? Это что? Голландес. Это не соус. Какой голландес? Давай быстро все переделай! Чего ты стоишь, как тюлень? Это что? Восемь канапек на сто человек? Ребята! Там все жрать хотят! Что мне делать? Что ты внешь это мясо? Витя. Чего? Что за истерика? В смысле? В смысле, пока ты не перестанешь на них орать, они не перестанут косять. Спокойно. Слушай, ты знаешь, что мне делать, да? Ну иди тогда сам оправдывайся перед гостями. Две минуты, я сказал! Шеф! Вазал же. Вот сейчас молодец! Супер! Отлично получилось! Лимонный фреш забавь и все будет хорошо. Джек, не переживай. Так, что у нас здесь? Так, замариновал отлично. Добавь немного перца. Все будет хорошо. Так, давай я тебе помогу. Руки, вы не обращайте внимания на вид контуры. Просто очень сильно нервничать, поэтому так себя ведет. А чего ты сейчас делаешь? Ничего не делаю. Просто в отличие от тебя я умею с людьми разговаривать. Они хотя бы косячить перестали. Чего? До завтрашнего дня ты на чистке овощей. Чего? Ты серьезно? Я тут еще повар, твою мать! В смысле ты уволился? Я понял, что больше не могу с ними работать. Я тоже много чего не могу, но я же делаю. Потому что... Или ты забыл, что их нужно кормить? Нет, я не забыл. Я вообще, может, и ты к лучшему. Но вдруг я сейчас найду работу шеф-поваром в каком-то другом ресторане. А! Ну, конечно. Прости. Это ж так легко. Тебя ждут везде. Тебя с ругами и ногами оторвут. У тебя столько кубков, Андрей. Прости. А если что, мы будем их продавать. Я что-нибудь придумаю. Давай-давай. Ты уже думать начинай. Игорь, мы с тобой как говорили? Здесь должна быть мозаика, своды должны быть выше. Правильно? Если ты не запоминаешь, записывай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Твое предложение по работе все еще в силе? Пойдем, я тебе кое-что покажу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я знал, что ты передумаешь. Да, но вообще моя фамилия Кудрявцева. Переделаю. Пойдем. Минуточку внимания. Прошу любить и жаловать Юлия Кудрявцева. Ваш новый старший дизайнер. АПЛОДИСМЕНТЫ Капусту берем? Угу. Юль, почему ты со мной не посоветовалась прежде, чем соглашаться на эту работу? Напомню, а ты посоветовался, когда увольнялся? Или мне надо было подождать, пока закончатся деньги? Я бы что-нибудь придумал. А пока бы ты придумывал, кто бы платил за это все? Когда твоя сестра выздоровеет, ты можешь искать работу сколько угодно. Но сейчас нам нужна стабильность. Поэтому я буду работать, раз появилась такая возможность, это смотреть за детьми. Что за работа-то хоть? Хорошая компания. Меня клиентка порекомендовала. Я и квартиру делала. И как я, по-твоему, один справлюсь с детьми? Ну, я же как-то справлялась. Вы чего? Юля сказала, ты у нас за главного, так что давай вставай. А, и кстати, она пришла тебе кое-что передать. Та-дам! Примеряй. Примеряй. Примеряй, будешь куховарить. Да буду, буду. Куда иди. Сейчас. Перегородки я предлагаю не трогать. Вытягивать помещение будем за счет холодного цвета стен. Так мы получим глубину. А высоты мы добьемся с помощью вертикальных форм мебели. Ну что же, принимается. Приступаем к работе. Спасибо. Молодец. Нам тебя здесь очень не хватало. Ну что там у тебя? Со школы забрал? Им не могут ничего не задать, они тебя дурят. Точно. И Ромкину форму постирай, пожалуйста, у него тренировка завтра. Угу. Я постараюсь пораньше, но я не обещаю. Угу. Пока. Угу. 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 И кто обманул, что ничего не задано? Маши уроки делайте. Угу. 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 Прости. Угу. У меня тут медаль. Расписание. Угу. Почему у тебя так мало места? У тебя диван, мольберт. Потому что мы с Милой живем, а ты один. Угу. У orientation. У-у. Да? Да, художник. Повар в высшей категории. Смерть тому, кто войдет. Да не войдет, а войдет. Писать научись, тупица ты. Я бы сказала, кто-то, но я с тобой не разговариваю. И слава богу, хоть в чем-то мне повезло. Мила, Мила, иди сюда. Рома просил передать тебе, что ты... Ой, оно такое плохое слово, что я даже не хочу его говорить. Ах ты, зараза мелкая. Я еще зараза. На себя в зеркало посмотри. Тюля! Тюля! Понятно. Давайте разбирайте продукты. Мила, помогай. Замочили тебя. Угу. Даже не представляешь, как. Я очень даже представляю. Я рада, что теперь и ты понимаешь. Стой, подожди. Посиди со мной. Блин. Слышишь, я свою зарядку в школе забыл. Можешь мне дать свою? Да, возьми в рюкзаке, в комнате. О, спасибо. Так. Молочко и молочко. Молочко. Ой, подожди, давай я сама принесу? Ты че, куришь? Да так, Балусь, дай сюда. Тогда ей, Леонид, ей расскажу. Напугал. Да рассказывай, им на нас все равно. Ммм, тогда я маме расскажу, когда она вернется с командировки. Она не в командировке. Мила. Это правда, что она в больнице? Ксюша! Ксюш! Мила! Ты зачем мне ему рассказала? Да, я рассказала. Потому что мне надоели эти правила. Мне надоело это все. Поехали в больницу. Поехали в больницу. Я убежала. Разбуди детей, пожалуйста. Они что, еще спят? Да, спят. Ты почему не ешь? Аппетит пропал. Понятно. Ром, завтрак готов. Подожди, я тебе твой коктейль сделал. Ты чего? Не буду ходить больше на эти тренировки. Почему? По смыслу. Рома, послушай. Отстань. Ром. Отстань. Эй, маленькая, ты чего? Мил, иди сюда. Иди ко мне. Тихо. Тихо. Иди ко мне. Мил, нить maneuver. Рисовать хочешь? А поиграть хочешь во что? Так. Тихо. Надежда, ну, по-моему, очень хорошо. Можем в работу. О, это, да. О, какой интересный. Извините. Угу. Ты меня видел. Ну, и где ты это взял? Нашел себе в новом боке. Угу. Ну, ужас, убери, пожалуйста. Да ладно, ну, там правда очень милый, особенно ты. Я тебя прошу, убери. Кстати, у меня для тебя хорошая новость. Через час мы едем на объект. Это будет твой первый самостоятельный проект. Ну, чего ты стоишь? Давай, собирайся. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Понятно. Слушай, я еще немножко на работе занята, я тебе перезвоню попозже, ладно? Угу. Ну что, как тебе? Ну, есть где развернуться. Какие пожелания по дизайну? Никаких. Как никаких? Ну, я же тебя ценю за талант. СТУК В ДВЕРЬ Вот и дерзай. Поздравляйте с первым проектом. Да, спасибо. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Мил, ты чего? Мил. Они мне больше не нужны. Они не настоящие. СТУК В ДВЕРЬ Да, алло. Откуда? Из школы? Да, это я. Что? СТУК В ДВЕРЬ 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 Мне-то ты в школу позвонили? Сказать мне ничего не хочешь? Нет, а что? Мне сказали, что ты начала прогуливать и курить. Что с тобой происходит? Да тебе какая разница? Что-то значит, какая разница? Катюша, я вообще-то твой дядя. Вот именно. Что? Просто дядя? А ты помнишь, когда у нас день рождения? Когда день рождения у Милы, у Ромы, у меня, в конце концов? Не помнишь? Вот и не парься. Слушайте, я знаю, что я не самый лучший дядя. И я понимаю, что мы... Что мы с Юлей никогда не заменим вам маму. Как бы мне этого не хотелось. Возможно, вам сейчас кажется, что в этой жизни всё потеряло смысл. Но поверьте мне, это не так. И худшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это опустить руки и вот так себя вести. Почему? А что бы сказала ваша мама, если бы вернулась и верила вас такими? Я хочу, чтобы она вами гордилась. И я сделаю для этого всё, что для меня потребуется. Нравится вам это или нет? Что вы делаете? Андрей прав. Думаю, мама была бы не сильно рада, если бы видела нас такими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое? Не хочу. Идём, идём, идём. Рома, давай, давай, давай. Что? Не будешь отжиматься? Сам отжимайся, да? Как скажешь. Не думал, что ты такой слабак. Слабак? А с хлопками? Давай, давай. Да. Привет. Привет. Всё, не мешай. Спасибо. Пустите нас в домик. Конечно, пущу. Если хотите, чаем угощу. Юля, Юля. Юля. Сделай, пожалуйста, чай с пирогами. А меня пустите? Меня пустите? Да, конечно. Юля, сделай... Меркая посадка. Сделай три чая и три пирога. çoc psер gegangen Tucико. Юля, за мужем, Андрей, уже кипит. Давай мне соль. Вот это? Это перец. Это что? Это соль. И лавровый лист. Так. Это лавровый лист? Да. Соль ставь обратно. Хорошо. И обратно. Ну давай. Вот, если что-то получится. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Андрей, между прочим, моя зарплата сейчас кормит нас всех. А то, что тебе ее бывший платит, тебя не смущает? Да он мне просто друг. Да? Заняты? Заходи. В общем, я по поводу вчера. Я, правда, не знал, что вы с Андреем можно идти. Сейчас я себя чувствую, любимый Владик. Это моя вина. Я должна была рассказать Андрею раньше. Правда. Ладно. Кстати, сдача объекта у нас сегодня? Да, сегодня. Алло. Привет. Я задержусь сегодня. У нас заказчик опаздывает. Я ему объект дам и приеду. С Ваней задержишься? Да при чем здесь Ваня, Андрей? Ваня работает в офисе, я на объекте. Я не понимаю, почему я должна это сейчас объяснять тебе? Все. Пока. Ребят, вы там долго еще? Ксюш! Я через час вернусь. Отделай, пожалуйста, ужин и присмотри за милой срок. Окей. Ваня, привет. Я не могу больше, правда. Я его уже третий час жду. Слушай, я сейчас разговаривал с заказчиком. Он извиняется, что у него не получилось. Он не может прийти сейчас. Но он просил передать поздравления. Да я не могу сегодня. Я и так уже слишком задержалась. Серьезно? Это твой первый большой проект. Отказы не принимаются. Мы должны этот правильно отказывать. Ну ладно, только недолго. Договорились. Ну, рассказывай, вспоминал обо мне все эти годы. Какое это имеет значение? Никакое. Я просто вспоминал, как мы с тобой гуляли по парку, как болтали до рассвета. Кстати, помнишь, как мы праздновали наш первый проект? Да, помню. Мы тогда тоже шампанское пили. Угу. И мечтали о большой компании, крутых проектах. Мы все угадали. Ну да, почти все. Жизнь вносит свои коррективы. Всегда ли так лучше? У меня такое ощущение, что всех этих лет без тебя вроде как бы и не было. Ну, они были. И знаешь, несмотря на все трудности, я не жалею, что я с Андреем. Хорошо смотритесь. Никогда не думала, Юль, что ты начнешь меня обманывать. Андрей, подожди, пожалуйста. Андрей, пожалуйста, подожди, я тебя прошу. Андрей, подожди, пожалуйста. Андрей, я понимаю, как это выглядит. Выслушай, пожалуйста. Мне не важно все, что ты сейчас скажешь, понимаешь? Не важно. Выбрала его, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты собрала вещи, съехала из квартиры. С детьми справились, Степа. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»